Немножко про свою личную ситуацию могу сказать, спросить. Про доверие, да, вы сказали, что женщинам, которые доверяют, облагаются на мужчину, намного жить легче, чем, да, женщинам другим. Вот, у меня личная ситуация, 15 лет в браке, мы рано поженились с супругом, были студентами, у него родители рано, у меня, у них родители. Мы сами, мы вместе друг друга делали, становились, всего добивались. Все 15 лет я, можно сказать, посвятила всю себя семье, четверым детям, мужу, когда можно было, помогала ему в бизнесе, в становлении всегда, вот, и получается, я целиком, полностью всю свою жизнь доверяла ему. Вот знаете, все до последнего, когда можно было, да, какие-то моменты в бизнесе, свою последнюю квартиру продала, отдала для бизнеса, тетю попросила. То есть, сократите теперь, но? Но, пришли, настал такой момент, видите ли, последние три года, он встретил девочку на 13 лет старше, да, и этих три года он не может там никак порвать, меня все агитирует, чтоб я приняла его вот с его любовью, говорит, второй женой, представляете? Вот. И как теперь вот довериться? После этого думаешь, блин, надо было наоборот себя делать. У меня сейчас вообще такая сложность, я реально, сейчас я уже, на самом деле, за эти три года очень много что произошло, но я пришла к тому, что я, на самом деле, все, у меня не осталось к нему никаких чувств, да, я пришла проработать единственные мои обиды на него, на самом деле. В смысле, любви нет? Я его на самом деле, у меня к нему осталось только жалости, любовь какая-то есть как к близкому человеку, но как мужчина его вообще не вижу и не люблю, а он не хочет опускать, он говорит, я тебя люблю, говорит, но я не понимаю его любви. Как так вообще может быть? Это, это, в Казахстане это сейчас очень сложный вопрос, на самом деле. Этого становится все больше и больше, да, ну, это многоженство там все, этот, и я уже, ну, так получилось, что я рассматривал очень много уже семей, которые делают, ну, где вторая жена, там третья жена, там до четверих можно, да, или до куда? Вот, но если честно, то если вот подходить из любви к самому мужчине, я бы это не делал. Ну, две жены не надо. Ну, это вот в моем понимании, почему? Потому что, не, мне кажется, проще развестись и потом другие отношения заново устраивать, но с двумя сразу, это, ну, это ад. Смотрите, я сейчас скажу вещь, такую вещь, что она, может быть, где-то у вас не сойдется в голове, но мужчина, если он любит женщину, он может простить измену. Если он тебя сразу не убил в состоянии аффекта, тут же, то он простит, если любит. Он может забыть, мужской мозг он может забывать, женский никогда. Женский мозг измену не забывает, и каждый раз, когда ты будешь жить там, ну, твой муж, ну, как, там появится вторая, ты не забудешь никогда вторую. Ты будешь постоянно о ней думать. Вторая никогда не забудет первую. И мужчина будет ходить туда, на третий день будут претензии про ту жену, он скажет, так, короче, надоело, пошел в той, та будет протулить. И, честно, чувство одиночества больше, чем когда с одной. Лучше с одной, мне кажется, ну, чем две, которые постоянно тебя ненавидят, ну, потихоньку. А в женские, знаете, в женскую мыслеформу и в женскую силу и в вашем мысли, и в эмоциональный, в эмоциональный посыл в женский я верю очень сильно. Почему? Потому что я видел очень много мужчин, которых женщины просто поломали. Просто своими мыслями. И я даже видел, ну, как бы, ну, знаю, женщину, которая, ну, через год муж умер. Она его просто ненавидела. Он просто помер. И как быть, как вы проработали? Она что говорила? Она не надо много говорить. Она засыпала и умирала. Она засыпала и просыпалась с одной мыслью, чтобы он умер просто, и все. Да. Она не могла от него уйти. Она его то ли боялась, то ли какой-то там был конфликт. Но она постоянно об этом думала. И он умер. И женщина вообще... Если вот в аюрведу... Я вот сейчас не буду глубоко уходить куда-то в дебри, но если уходить в энергии, в женские энергии и так далее, то на самом деле происходит там юбка, потом ты матка к центру земли, оттуда берешь энергию, потом эту энергию отдаешь мужу, потому что тебе зарабатывает. Примерно это происходит вот так. Но вот это вообще во всех энергетических практиках, во всех вот очень важное намерение и сила твоих эмоций. Если ты эмоционально сильно что-то хочешь, оно сбывается. Самое интересное, что женские эмоции, они намного сильнее, чем мужские. У нас тоже бывает, но у нас очень редко так пробивает. Но женщину пробивает часто, и вы очень много чего хотите. То есть, ну, вы там из-за цветочка, там, ааа, некоторые. Прямо у вас шквал эмоций. У меня, знаете, дочка младшая, она, мне кажется, такой тренинг женственности. Иногда я на нее смотрю, думаю, ты где вообще этому, ты где этого набралась? Да, ей там 8 лет, и ну, откуда вообще? И мы сидим, дочка, жена сидит, и вот сидим, кушаем, да? И супруга не доела салат, там, этот черри. Я вилкой накалываю этот черри и несу к себе в рот, да? Эта малая сидит, летит помидор. Знаете, что делает? Я так люблю помидоры! Она его съела. И она до сих пор так делает. Ноги очень, ну, знаете, девочки спрашивают, как вдохновить мужчину на подарки, вот так. Это просто помидор. У меня было ощущение, что я им машину подарил. Она радовалась так, что... И надо озвучивать, да? То есть, ну, свои... Хотелки. Поэтому...